Свой профессиональный праздник государственные служащие района Майлина решили провести не в привычном формате торжественного собрания, а по-спортивному. Сначала флешмоб, а потом коллективная зарядка. Также продолжим, наверное, задействовать государственных служащих в данных мероприятиях не только на День государственных служащих, а вообще в общем, в целом, чтобы государственные служащие у нас были здоровые и занимались спортом. Женский коллектив госслужащих района, а их, кстати, почти в два раза больше, чем мужчин, тем временем осваивает фитнес под чутким руководством хореографа Евгения Орловой. Я работаю в отделе культуры и развития языков. Главным специалистом. Стаж более четырех лет. Мы все время заняты отчетами и планированием. Здорово, что в этом году праздник провели в таком формате. На площадке по соседству идут соревнования по дартсу. Завидную меткость проявил государственный служащий с 10-летним стажем Сама Джакупов. С 2019 года он возглавляет в районе Майлина отдел земельных отношений. Конечно, это очень хорошо. Это пропаганда здорового образа жизни, потому что у нас работа кабинетная, тяжелая. Мы много работаем умственно. И, конечно, хорошо, что есть такие моменты, что мы можем выйти и провести здоровый образ жизни. В любом соревновании есть победители, поэтому особо отличившимся в спортивных состязаниях – медали и грамоты. Сама Джакупов, получив заслуженную награду, направился на футбольное поле. В турнире участвуют три команды – сборная районного Акимата, местная полиция и пожарная часть. Первыми на поле вышли пожарные и стражи порядка, которые показали сильную игру. Полицейским явно сопутствовала удача. Ведь 23 июня свой профессиональный праздник отмечают не только государственные служащие, но и представители полиции. Новая модель сервисной полиции. Мы стараемся ближе быть народу, чтобы помогать людям раскрывать преступления. Профилактическими мероприятиями занимаемся. Сотрудники должны быть доступны гражданам ближе и помогать всегда в шаговой доступности, чтобы всегда шли на помощь, работали для народа. Такой формат праздника всем пришелся по нраву. Госслужащие, сменив строгие костюмы и форму на спортивную одежду, смогли не просто отвлечься от кабинетной работы, получить заряд хорошего настроения, но и проявить себя в спорте. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...